Здравствуйте! Это Актуальное интервью. Я Андрей Погорелов. И мы обсуждаем актуальные вопросы и события. Сегодня гость нашей студии, руководитель управления по развитию общественных инициатив, Министерства по развитию институтов гражданского общества Татьяна Глушкова. Говорить мы будем о господдержке социально ориентированных некоммерческих организаций. Татьяна Викторовна, здравствуйте! Здравствуйте! Рад приветствовать вас в нашей студии. Сколько сейчас в республике насчитывается социально ориентированных некоммерческих организаций? Какими видами деятельности они предпочтительно занимаются? Наша республика вообще занимает третье место по количеству зарегистрированных некоммерческих организаций. По итогу 2018 года их было 2128. И из них около 1900 это как раз социально ориентированные некоммерческие организации. Основные виды деятельности это, конечно, социальная работа, это оказание социальных услуг, также очень много молодежных организаций, очень много организаций спортивных. Ну, на самом деле, в соответствии с 7-мым федеральным законом, статья 31.1 дает перечень тех видов деятельности, благодаря которым некоммерческая организация может соотносить себя к социально ориентированным. И таких видов деятельности там 18. Они дополнены нашим законом о государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. Еще 12 дополнительных видов деятельности включено. Поэтому наши некоммерческие организации имеют возможность осуществлять 30 видов деятельности, которые позволят им называть себя социально ориентированными. Ну, принято, что социальная сфера – это по большей степени благотворительность. Насколько наши некоммерческие организации как раз-таки занимают эту нишу? Ну, вообще, любая некоммерческая организация, даже судя из ее названия, создается не для того, чтобы какую-то выгоду извлекать, а именно, чтобы решать какую-то социальную проблему или какой-то вопрос, с которым столкнулась та или иная группа людей. Поэтому все организации, они в той или иной степени занимаются вот этой благотворительной деятельностью. Либо напрямую, либо привлекая к своей работе добровольцев и волонтеров. Татьяна Викторовна, насколько мне известно, сейчас 8 министерств республики оказывают финансовую поддержку как раз-таки в виде субсидий на конкурсной основе некоммерческим организациям. А вот какую помощь оказывает Ваше министерство? Ну, 2018 год был объявлен Годом добровольчества Владимиром Путиным. И мы решили тоже дать старт в череде наших конкурсов очень символично. Первый конкурс, который мы объявили, это конкурс для добровольных народных дружин. Он стартовал 18 января. Прием документов у нас будет осуществляться до 19 февраля. Конкурс направлен на оказание поддержки именно в становлении материально-технической базы добровольных народных дружин. По итогам будут выявлены три победителя. И в зависимости от места они могут получить субсидию от 300 тысяч до миллиона. Это первое мероприятие этого года. А давайте поговорим еще именно о календарном плане конкурсов для некоммерческих организаций, которые будут проводиться Минобществом в этом году. Минобществом у нас запланировано 6 конкурсов на предоставление субсидий. Для удобства наших некоммерческих организаций и вообще граждан мы разработали план. Этот план у нас размещен на сайте нашего министерства Минобщества. Можно зайти в свободном доступе посмотреть. Первый конкурс, как я уже сказала, это конкурс для народных дружин. Также все наши конкурсы мы постарались запланировать на первый квартал, чтобы у некоммерческих организаций была возможность в течение года в полной мере, в полном объеме реализовать свои проекты. Второй конкурс, это конкурс мы будем объявлять для муниципальных районов на поддержку программ развития СОНКО. Третий также для муниципальных районов, но уже по поддержке территориальных общественных самоуправлений. В марте мы запланировали конкурс для некоммерческих организаций в общем по всем видам деятельности. Также в первом квартале у нас состоится конкурс по поддержке казачьих обществ и некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на сохранение традиций, языка и культуры народов. Первый конкурс, который сейчас уже объявлен и проходит, сколько заявок уже подали? Две заявки пока у нас есть. Дело в том, что эти добровольные народные дружины, они должны быть обязательно зарегистрированы в Министерстве внутренних дел. Как раз-таки о требованиях и условиях каковы они? Детально можно ознакомиться на сайте нашего министерства в разделе «Конкурсы и субсидии». Для каждой организации по каждому конкурсу свои требования, свои условия и свои индикаторы, которые должны достичь эти организации. Поэтому я рекомендую смотреть на сайте, потому что если мы будем сейчас перечислять, это будет, конечно, долго, но если говорить по дружинам, они должны осуществлять определенное количество выходов. Они должны содействовать раскрытию преступлений. То есть очень много каких-то позиций детально можно на сайте министерства. По вашему мнению, насколько несложны требования? И как вы сами думаете, сколько примет участие в целом в этом плане в календарной? Если говорить по этому конкурсу, он проходит у нас с 2014 года. То есть, по сути дела, это уже четвертый год, когда мы его проводим. И каждый год количество участников у нас увеличивается. То есть это говорит о том, что организации, они развиваются, они готовы и могут уже участвовать в этом. Поэтому мы ожидаем активность, большую активность наших некоммерческих организаций. С каждым годом количество участников именно новых увеличивается? Или этот перечень остается из числа тех же основного костяка некоммерческих организаций? Ну, естественно, приходят на конкурс, скажем так, организации, которые уже давно работают, которые уже имеют большой опыт участия в конкурсе. Но и также приходят молодые, этому способствуют наши ресурсные центры, которые помогают им и составлять заявки, и впоследствии сопровождают их по реализации проекта. Если смотреть, то, например, в 2017 год он стал рекордным по количеству заявок. На конкурс к нам поступило 196 заявок. Это по общему конкурсу социально ориентированных некоммерческих организаций. За период с 2014 по 2017 год это было рекордное количество. Но, скажем так, не совсем удобно это для нас, потому что основная масса, конечно, поступает в последний-предпоследний день. И обрабатывать такое количество заявок очень сложно. Поэтому я хотела бы обратиться к некоммерческим организациям, чтобы они приносили свои заявки заранее. Мы на протяжении всего приема документов ведем консультирование. Если у вас какие-то незначительные помарки, замечания, у вас есть возможность на их исправление. А как в последнее время обстоят дела, если так можно сказать, с молодыми, с новыми некоммерческими организациями, которые только появляются вообще? Насколько им сложно и насколько они все-таки хотят заниматься в этой сфере? Или это все-таки приходит, хоть они молодая некоммерческая организация, но все же там люди более грамотные уже? Или это прям молодежь реально-таки приходит? Если мы будем смотреть на возрастной состав участников, то, например, в городе Якутске, конечно, это преимущественно молодые люди и люди среднего возраста. Если мы будем смотреть в районы, то там как раз некоммерческими организациями их создают, и ими занимаются люди пенсионного возраста. То есть, которые уже вышли на пенсию, они ищут, в какой области себя дальше занять, проявить. Поэтому говорить, что молодые, не молодые, здесь сложно. Но те, кому не хватает компетенции, кто впервые начинает с этим работать, мы сами консультируем, потому что мы, как уполномоченный орган, оказываем методическую и информационную поддержку, а также мы направляем средства на развитие инфраструктуры системы ресурсных центров, которые также работают и в городе, и в Улусе, и как раз таки они проводят различные обучающие семинары. Сейчас задача даже стоит не о количестве социально ориентированных некоммерческих организаций, а их качестве. Потому что неинтересно создавать организацию, которая заточена, скажем так, под один проект. Она его реализовала, и ее деятельность на этом прекратилась. Некоммерческая организация должна работать, именно вот проблему поставив для себя, и пока эта проблема не решена, по идее, эта некоммерческая организация должна работать и осуществлять свою деятельность. Ну, раз уж мы заговорили, что, так сказать, однопроектные бывают некоммерческие организации, как часто вообще происходит прекращение деятельности некоммерческих организаций, с чем оно связано? Ну, помимо того, что мы сказали, это были однопроектные. Ну, возникают вопросы по сдаче отчетности, то есть, опять-таки, не хватает знаний, не хватает компетенции у руководителей, у бухгалтеров, не сдают отчетность, не предоставляют менюст, налоговую, и на основании определенного ряда нарушений Министерство юстиции принимает решение о закрытии ликвидации данной организации. А какие новые формы поддержки некоммерческого сектора будут реализованы под Министерством в этом году? У нас принят новый порядок, порядок предоставления субсидий местным бюджетам на поддержку территориальных общественных самоуправлений. До этого у нас был порядок на предоставление субсидий по поддержке вообще программы СОНКО. Сейчас мы решили точечно также заострить внимание на поддержке территориальных общественных самоуправлений. Эти организации, они работают на местах, как говорится, на земле, они решают проблемы, с которыми сталкиваются жители непосредственно того населенного пункта или того района, где они работают. Поэтому, к сожалению, сейчас эти организации действуют в основном без юридической регистрации. И поэтому у них немножко, скажем так, закрыт доступ к средствам, которые может им предоставить и наша республика, и, допустим, по конкурсу грантов президента они могут участвовать. Поэтому наша сейчас задача стимулировать районы муниципальные как раз взаимодействию с этими организациями, чтобы они проходили юридическую регистрацию, чтобы они могли далее претендовать на все виды поддержки, государственной поддержки для предпринимательского сектора. Если очень коротко, какие формы поддержки есть еще помимо финансирования? Понятно, что финансирование – это основная поддержка, а вот еще какая предусмотрена? Как я уже говорила, Министерство по развитию гражданских инициатив оказывает методическую поддержку. Мы проводим курсы повышения квалификации для работников, информационное сопровождение. И есть конкурсы, которые направлены не на материальную поддержку, а поощрение именно эмоциональное, поощрение нашим нагрудным знаком, знак отличных гражданских инициатив. Это конкурс 100-летия лучших инициатив к 100-летию Якутской АССР. Этот конкурс у нас объявлен с 1 декабря, он проходит 3-й год. Ежегодно мы отбираем от 17 до 20 гражданских инициатив лучших. То есть это конкурс уже для тех проектов, которые реализованы с целью их дальнейшего тиражирования, возможно, либо в качестве лучшей практики. Большое спасибо вам за участие в нашей передаче. Беседа была действительно интересная. Я напоминаю, рассмотрели актуальное интервью. Мы говорили сегодня о государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. О гостях.